Здравствуйте! Сергей Кудренко для своего сайта Кудренко.Инфо. Тема, которую я сегодня хотел бы затронуть такая. Мне всегда очень интересно, когда обращаться с какими-нибудь интересными вопросами. В данном случае ко мне обратился на пользователь моего канала на youtube Руслан Сидоренко и он попросил мне такой задал мне такой вопрос и он мне задал такой вопрос. Здравствуйте, Сергей! Подскажите, пожалуйста, как обработанную функцию передать в сообщение отправляемая функции mail. Mail это функция почтовая, которая отправляет на тот почтовый ящик, который вы укажете. Ну вот в данном случае вот эта функция mail идет несколько параметров. Первый адрес, другой заголовок и в третий это непосредственно послание. В последнем там еще есть и другие параметры, которые можно передать этой функции. В данном случае задано то, что это будет html и то, что это будет кодировка utf-8. Это означает перенос на новую строку и отступ флаги. Его интересует как вот сделать функцию и из передать вот в message, в послание информацию. Он создал чисто условную функцию, функцию for, здесь значит функция table, здесь for и здесь какая-то наверное будет какой-то вывод какой-то информации из базы данных, из текстовых файлов и так далее. Может быть xml файлов и он эту информацию хочет передать в послание. В данном случае у него вот видите subject, новый комментарий на блоге, это какой-то условный адрес и вот что записать в message. Ну мы с ним попереписывались и пришли к общему соглашению. Сделали вот так вот. Эта часть, он как бы тоже является активным участником этого процесса. Итак, функция. Функция мы создаем массив пустой array, дальше мы проходимся по выводимой информации и все это записываем в функцию array. Далее мы все это обрабатываем функцией empload. empload функция переводит массив в строку, потому что нам надо передавать информацию в виде типа данных стринга. Первый идет это разделитель, который будет между вводимой информацией из массива и второе это массив и return переменной r. Дальше мы закладываем все это в переменные, в частности в message, здесь вот такая просто вставочка и функция table. И все это мы обрабатываем с помощью функции mail, которая посылает на ту почту, которая нам необходима. Если функция mail выдает либо true, либо false, если отправка состоялась, то true, если нет, не состоялась, то false, если у нас результат true, то мы выводим почта отправлена. Если нет, то ошибка функции mail. Давайте попробуем и запустим этот код. Запустим этот код. Я перегружаю и вот отправляю mail 1. Так, почта отправлена. В данном случае я работаю у меня в качестве сервера Denver. Все стандартно, никаких сложностей нету. Заходим, здесь TMP папочка, send mail для почты. Открываем данный файл и вот видите у нас пошло новый комментарий на блоке и вот то, что сам текст информации, которая была передана. Итак, я еще раз повторяю, я всегда рад, когда ко мне обращаются с каким-то таким интересным вопросом, который самому хочется разобраться. Кстати, пользователь Руслан Сидоренко тоже это очень интересно. Я как бы зашел на его сайт и, честно говоря, был, мне он очень понравился. В каком плане? Это гитарист, обработчик. Тут очень интересные его обработки. Я как бы послушал и удивился, насколько талантлив наш народ. Какие-то идут гитарные обработки. В данном случае мне произошла ошибка, но сам по себе тот факт, что музыканты занимаются PHP разработкой. Это интересно. Итак, Сергей Кудринко для своего сайта Кудринко.Инфо. Спасибо за внимание.